При каком царе был основан Белгород и что такое засечные черта? Вопросы, на которые отвечали второклассники начальной школы детского сада номер 44 Белгорода. За ходом игры состязания наблюдала Ксения Голуб. Это икона, это наше название, белгородское. Напишите, ребята. Три команды – станичники, воеводы и радники – сошлись в интеллектуальном бою. Ребятам предстояло ответить на вопросы по предмету «Духовное краеведение». Даты и места основания Белгорода, виды вооружения крепости, название всех городов в составе засечной черты. Кроме исторического тура, ребятам пришлось отгадать на ощупь вид группы, которая была популярна в 17 веке в нашем регионе, и сложить пазлы с изображением воинов. В итоге победила команда станичники, набравшая 28 баллов. Помог мой друг, очень помог. Он очень хорошо отвечал, показывал свою умность по белгородскому краю. И мы в итоге выиграли. В составе жюри – председатель регионального исторического общества «Ратник», автор брошюры о городах-крепостях Белгородской черты Владимир Жигалов. Именно по ней готовились к игре школьники. С прошлого года, наверное, начали работать в Белгородском районе. Подготовили небольшие методические уроки с коллегами и потихоньку стали их приводить в жизнь. В этом году у нас планируется еще больше встреч, тем более, что мы подписали договор о сотрудничестве с областным дворцом детского творчества. Духовное краеведение. Этот предмет в качестве факультатива изучают на базе начальной школы детского сада номер 44. А данная игра стала своеобразным экзаменом для второклассников. Конечно же, начинаем с истории нашего города. С 17 века, когда образовался город-крепость. Путешествуем много, ездим по Белгородчине. У нас с детьми экскурсии. С удовольствием изучаем наши истории. Напомним, предмет духовное краеведение преподается в образовательных учреждениях региона с 2004 года. Ксения Гулуб, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.